Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Началось учебное время, поэтому, наверное, логично, что именно в начале учебного года мы говорим и о законодательных изменениях, которые касаются школьников. Вот в частности, порадовали всех учеников начальных классов в начале года, потому что сообщили о том, что теперь принят закон о том, что они будут питаться бесплатно. У нас в студии находится председатель законодательного собрания Амурской области Вячеслав Юрьевич Логин. С ним будем обсуждать эту тему. Здравствуйте, Вячеслав Юрьевич! Здравствуйте, Юрий. Вообще, откуда возникла, да, скажем так, вот эта вот тема, почему она возникла сейчас в этот год? Ну, мы некоторые категории школьников питали в школе. Это были у нас школьники, у которых ограничения по здоровью, и школьники из многодетных семей. В ходе обсуждения многочисленных поездов с губернатором области по территории области мы видели о том, что надо и необходимо будет вводить дополнительное питание для учеников начальных классов. Это обусловлено тем, что детки переходят с детского сада, где они имеют стандартный рацион и режим в школу. Им будет намного проще проходить процедуру адаптации, и я думаю, что в том числе это повлияет и на успеваемость, когда ребенок будет иметь второй завтрак. Вячеслав Юрьевич, такие законодательные изменения, они как-то повсеместны по стране или же нет, или мы тут исключительны? Нет, здесь мы в Дальневосточном федеральном округе исключительны. Первое, когда мы с Василием Александровичем обсуждали, как это должно быть, и с депутатским корпусом, мы говорили о том, что все дети должны питаться одинаково. И здесь те категории, которые у нас до этого попадали под питание, также остаются. Единственное, что для детей с ограниченными возможностями предусмотрен еще второй завтрак дополнительный, и его тоже будут организовывать. Все ученики первых-четвертых классов будут питаться в одно время примерно по одинаковому меню. Школы составляют меню, утверждают это меню с Роспотребнадзором, и если говорить о стоимости питания, то для регионов южной части области 20 рублей на ребенка, а в северной части области 30 рублей на ребенка. Депутаты очень долго изучали, что и как можно питать на эти деньги. Могу привести пример. Это то, что касается питания в городе Благовещенске в рамках комбината. В стандартное меню входит каша молочная, дружба, 200 грамм чай, 200 грамм и кусочек хлеба. Это все стоит 20 рублей. Либо это суп с яичными хлопьями, чай и хлеб. Либо это макароны с сыром, чай и хлеб. Ну, то есть такой завтрак стандартный, да? Да, второй стандартный завтрак. Легкий, горячий. Ну, вы уже фактически ответили на один из самых популярных вопросов родителей, да? По поводу того, что можно на 20 рублей вообще купить. Но есть и другие вопросы. Ну, во-первых, спрашивают, почему с 1 октября начинает все это действовать, а не с 1 сентября? Законопроект был принят у нас на августовской сессии. Мы его сразу приняли в двух чтениях. Но для того, чтобы организовать процедуру питания непосредственно, как и в правовом поле, дополнительно будут выходить порядки, закрепленные постановлением правительства Омурской области, либо распоряжением губернатора. И для этого нужно время. Это первое. Второе. Надо еще эту работу организовать на местах. Практически все у нас учебные заведения обеспечены пунктами питания, так как, я уже повторюсь, мы питаем детей и многодетных, и детей с ограниченными возможностями. Но для того, чтобы теперь категория у нас расширяется, первый, четвертый класс, здесь также надо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Вячеслав Федорович, на это все-таки большое количество детей прибавляется, да, действительно? Это серьезные такие цифры. Справятся ли комбинаты? Я думаю, они будут очень сильно стараться. А цифра, да, у нас порядка 42 тысяч как раз этих деточек, которые у нас учатся с первого по четвертый класс. Угу. Еще родители интересуются, вот те дети, которые не учатся с первой смены, с первого по четвертый класс, а учатся со второй. Вот для второй смены будет ли организованным тоже питание? Здесь самое главное, чтобы ребенок учился с первого по четвертый. Если учатся во второй смене, то это будет полный. И так же он будет горячий. Угу. Все понятно. Вот смотрите, 20 рублей, да, все-таки сумма такая, ну, мало ли, вдруг кто-то из родителей захочет, допустим, ну, какое-то более обстоятельное питание для своего ребенка. Он может добавить сам сумму к этим 20 рублям или же нет? Или это не предусматривается? То, что касается рамках котлового удовольствия, меню будет на 20 рублей. И здесь, как я уже говорил, будет каша, чай, хлеб. Стандартное, то есть, исключительно. Все то, что касается свыше, я думаю, это можно будет дополнительно питаться в буфете, как мы делали это в советское время. Я выпускался в советской школе, и у нас был стандартный завтрак, полдник. И если родители желали о том, что ребенок должен второй раз покушать в школе, так как он оставался на кружке, либо на какие-то внеклассные занятия, всегда давали деньги. Вячеслав Юрьевич, вот Вы сказали уже, да, что у нас также дети с ОВЗ, то есть с заболеваниями всевозможными, многодетные. Из многодетных семей они уже питаются по этой схеме, собственно, давно. Вот смотрите, знают уже особенности такие. Кому-то выдаются талоны, насколько я понимаю, на питание, и дети практически вот за первую неделю выбирают эти талоны, потому что ходят в буфет и рассчитываются. Вот с этим как. Их же проконтролировать сложно. То, что касается первых-четвертых классов, как я уже сказал, это будет однообразное меню. И здесь, как учителя, как управление школы организует работу по ребятам более старшим, мы с ОВЗ и многодетных кормим с пятого по одиннадцатый дополнительно. Это уже будет работа на местах. Но с первого по четвертый класс в рамках завтрака второго и полдника меню будет у всех одинаковое. Ну это замечательно, правда, потому что тут очень сложно проконтролировать детей и объяснить им, как правильно с этой системой быть. Правильно раз, плюс все равно цена 20 рублей, она может жить только в рамках котлового удовольствия. То есть на эффекте масштаба снижается стоимость. Ну я так понимаю, что сейчас нужно наладить питание абсолютно во всех школах Амурской области, да? То есть это процесс, который сейчас, собственно, и будет происходить. Во всех школах Амурской области, во всех муниципальных районах и городских округах. То есть с первого октября, несмотря ни на что, питание уже начнут выдавать везде? Да, с первого октября, несмотря ни на что, питание начнут выдавать. Денежные средства в бюджете есть, поэтому школам останется только исполнить закон. Ну это, опять же, вопрос тому, откуда, да? Это бюджетные средства, которые идут на эти нужды. Это, да, бюджетные средства из областного бюджета выделяются муниципалитетом на питание. На всю область. На всю область. Ну, Вячеслав Юрьевич, действительно, интересная, конечно, инициатива. Будет интересно, как это будет реализовываться на местах, да? Ну, раз депутаты единогласно проголосовали, наверное, все-таки вы, общаясь с людьми, видите, что такая необходимость, она назрела. Да, такая необходимость назрела. И, как вы уже сказали, несмотря на то, что законопроект подготовила и внесла фракция «Единая Россия», депутаты единогласно в двух чтениях поддержали данный закон. Вячеслав Юрьевич, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Хочется надеяться, что действительно это очень поможет и детям, и их родителям. Ну, а вам, собственно, хорошей работы дальнейшей. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня из гостях был Вячеслав Юрьевич Логинов, председатель законодательного собрания Амурской области. Говорили мы о законе обеспечения питания школьников начальных классов, который вступит в силу уже с 1 октября. Вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи в эфире. Будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова